МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы оцениваете ситуацию с онкологическим заболеванием в Сибири. Какие регионы, относительно благополучная ситуация, в каких уже вызывают тревогу? Онкология и злокачественное новообразование – это хронические заболевания. И это то, что может быть у любого жителя региона. И давайте отметим, что чаще всего заболевают те жители, которые имеют более старший возраст. Онкология наиболее характерна для старшего возраста. А это какой возраст примерно? На сегодняшний день по статистической отчетной форме за 2016 год средний возраст заболевших в Омской области состоялся 3,5 года. На фоне других регионов, если говорить об Омской, Новосибирской областях, Кемеровском крае, где сейчас ситуация лучше, где хуже? Если мы говорим про Сибирский федеральный округ, то наиболее высокий или самое... Первое место, первую строчку из Сибирско-федерального округа занимает Алтайский край, непосредственно Барнаульский онкодиспансер. Из расчетных показателей там заболеваемость больше 500 на 100 тысяч населения. Вторую строчку занимает Омская область, и мы имеем около 470-480 на 100 тысяч населения. Вот влияют ли территориальные предприятия, заводы на территории, на, возможно, виды заболеваний, возможно, на количество заболевших? Есть определенные заболевания злокачественного образования, есть определенные причинно-следственные связи. Работники лакокрасочных предприятий, выпускающих в химической промышленности, работающие с фенолами и так далее, водители, особенно технический персонал, обслуживающий автотехнику, чаще других заболевает раком мочевых путей. Минздрав гарантирует всем заболевшим бесплатное получение лекарств. Почему тогда в социальных сетях постоянно мы сталкиваемся с тем, что люди просят собрать деньги на операцию для онкобольного? Те пациенты, которые выявлены на ранних стадиях, они пролечены полностью. У них нет остаточной опухоли, у них нет проявления опухоли, у них реабилитированы варианты осложнений побочных эффектов лечения. Им не требуется лечение. Это пациенты, которые вылечены. У них может быть повтор опухоли, может. У них может появиться отдаленно опухоль. Может. И тогда это событие начинается с чистого листа по той клинической ситуации, которая случается. А если мы с вами выявляем пациента с метастатическим, с распространенным процессом, когда разговор уже не стоит об излечении. Вот тут надо жестко отграничить, кого мы лечим, вылечиваем, а кому мы помогаем получить хорошее качество жизни. Чем чаще, чем настойчивее сами жители регионов. Любого. Не говорю про Омскую область. И Томская область, и Алтайский край. Будут проходить какие-либо диспансерные методы обследования, будут участвовать в программах скрининга, то есть раннего выявления заболевания без его клинических проявлений. Тогда эти пациенты будут попадать в первую группу, и у них не возникнет этих проблем. Если говорить о лечении, считается, что в Израиле, в Германии онкологию, опухоли лечат лучше. Это распространенное мнение. Как вы оцениваете российскую медицину в сравнении с израильской, с европейской? Хирургические технологии, они в Омске, в Томске, в Петербурге, в Страсбурге, в Берлине, они одинаковы. Основные лекарственные препараты, которые используются в онкологии, они имеют международную пропись, и при выписке используются не коммерческие названия, а международные названия. Они одинаковы для стран, живущих на земном шаре, поэтому тут уже вариант выбора, опять же, беседа и совет с доктором. Ну и третий вариант – это лучевое лечение, то, что используется. Благодаря программе модернизации все регионы, ну, подавляющее число регионов Российской Федерации получило современную лучевую технику, парк. Он, конечно, обновляется не так быстро, как нам хотелось бы, но он есть. Такой же ускоритель, как в Омске, стоит в Барнауле, такой же ускоритель, как в Омске, стоит в Страсбурге. Одинаков ускоритель стоит в Мюнхене, и мы работаем, техника-то одна и та же. Спасибо, Олег Владимирович, что пришли и нашли время поговорить на эту жизненно важную проблему. Я напомню, о лечении онкологии мы говорили с Олегом Леоном, заместителем главного врача Омского областного онкологического диспансера.